Эти свитки начала 19 века представляют последнюю правящую династию Китая Цин. В то время под её началом было более третьей мировой популяции, то есть около 400 миллионов человек. В Британском музее в Лондоне открылась выставка «Скрытый век Китая». «До этого нигде в мире не было выставки 19 века. Выставлялись картины, фотографии, но ничего такого масштаба. Это отчасти связано с насилием того периода. Тогда происходила серия опиумных войн, китайско-японская война, боксёрское восстание и, в конечном счёте, революция 1911 года, а также восстание тайпинов. Поэтому обычно считается, что этому периоду не посвящают выставки». Миллионы погибли в 19 веке из-за этих войн. Один раздел выставки посвящён военному делу того времени, которое опиралось на элитных потомственных воинов. «Здесь изображён один из генералов, сидящий на большом стуле, который накрыт тигровой шкурой. И свою чёрную шёлковую обувь он поставил на голову тигра с закрытыми глазами». Рядом с ним – форма знаменосца. Некоторые из воинов документировали свою жизнь и путешествия. Например, Ваньян Линьцин написал трёхтомник, который напечатали его сыновья. С 1796 по 1912 год правили шесть императоров – трое взрослых и трое детей. Правление детей контролировала вдовствующая императрица Ци Си. Она была у власти 47 лет. «Она меняла наряды около десяти раз в день. Но этот конкретный халат особенный, потому что он создан с помощью европейских красок, которые появились в XIX веке». К концу XIX века средняя продолжительность жизни в Китае составляла около 40 лет. В вещах богатых людей отразилось влияние современной, иногда иностранной техники. «Эта выставка огромная, и она действительно затрагивает тему, с которой, я думаю, большинство из нас в западном мире не знакома. Это поздняя китайская империя, до того, как она превратилась в современный Китай, который мы видим сегодня». Выставка «Скрытый век Китая» продлится в Британском музее до октября. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.